Уважаемые коллеги, добрый день. Мы начинаем нашу рабочую встречу. Я начну ее с приветственным селом и представлю вам гостей с сегодняшней нашей встречи. У нас присутствует Комитет по развитию малого и среднего бизнеса, в Северном Кремлеве, представитель Комитета ЕСПО, Сергей Владимирович, представитель Комитета экономического развития инвестиционной политики Администрации Министерства Муниципального района Толкащев Виктор Викторович, специалисты комитета, которые будут представлены позже, с выступлениями. И, я думаю, мы начнем. Повестку вы все видели. У нас небольшие изменения в повестке. У нас не будет выступать Мулин Андрей Вячеславович, он подойдет попозже, к сожалению, не может сейчас с вами. Здесь присутствует тогда. Начну я с краткой информации о деятельности нашего центра. Наше учреждение называется Муниципальное казенное учреждение Центра развития малого бизнеса и потребительского рынка. Мы занимаемся способным содействием развития малого и среднего предпринимательства и создаем условия для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального образования, услугами общественного питания, торговли и водового обслуживания. Также специалисты нашего учреждения занимаются поддержкой некоммерческих организаций и поддержкой сельхозтоваропроизводителей. Я немножко расскажу более подробно о том, чем занимаются специалисты наших отделов. Отделы развития малого бизнеса. Конечно, в первую очередь это финансовая поддержка. С 2015 года на территории Кенгитерского муниципального района будет осуществляться мероприятие, субсидия для начинающих предпринимателей до одного года, действующих до одного года. Мероприятие это новое. Субсидия будет предполагать до 500 тысяч рублей по приоритетным направлениям деятельности. Далее, в нашем центре вы можете получить имущественную поддержку. Поддержка тоже для начинающих предпринимателей, действующих до двух лет по замещению места в бизнес-инкубатор. Что такое бизнес-инкубатор? Это офисные помещения, где вы можете разместить свой офис на льготных условиях. Соответственно, базовая ставка будет достаточно ниже, нежели рыночная стоимость аренды помещения. Информационная поддержка. Я думаю, что с информационной поддержкой знакомы все. Мы достаточно активно в этом участвуем. Размещаем информацию во всех средствах массовой информации, которая у нас зарегистрирована на территории Кенгитерского района. Это и местное телевидение, и газета «Восточный берег», и радио. Поэтому я думаю, что хотя бы один раз в году вы видели какую-то информацию, которую предоставляет наш центр. Информация связана с различными изменениями в законодательной базе, о различных мероприятиях, которые проводятся на территории Кенгитерского района, о мерах государственной поддержки, о начале реализации программы и так далее. Также у специалистов отдела вы можете получить любую консультативную помощь, что касается ведения бизнеса, написания бизнес-планов, оформления различных видов отчетности, налоговых деклараций и так далее. Вы можете проконсультироваться, они вам могут помочь в составлении. В общем-то, вы можете получить абсолютно любую помощь, все, что касается ведения предпринимательской деятельности, от регистрации, соответственно, до закрытия. Незагравшие принимательства и обществу ограниченной ответственности. Отдел� потребительского рынка, тоже, как расскажу, занимается консультативной и методической практической помощи субъектом потребительского рынка, а именно консультированием юридических лист и индивидуальных предпринимателей по законодательству, регулирующему их виды деятельности. Также мы занимаемся защитой прав потребителей, поэтому вы можете обратиться к нашему специалисту, он вас проконсультирует, поможет в составлении искового заявления и вся смежная работа, которая по этому направлению есть, она в нашем центре ведется. Также мы занимаемся мониторингом и информационно-аналитическим наблюдением потребительского рынка. Что это значит? На сегодняшний день мы занимаемся мониторингом розничных цен на социально значимые товары по поручению проекта Ленинградской области и поручению проекта Российской Федерации по 40 позициям. Также занимаемся мониторингом потребностей на сегодняшний день в товарах, работах и услугах на территории Кингосевского района. И, естественно, занимаемся реализацией такого мероприятия, как поддержка местного товаропроизводителя по средствам ярмарочной деятельности. Вы, наверное, все знакомы с нашими сельскохозяйственными ярмарками, которые мы организуем весной и осенью. Все, наверное, видели. Это наше традиционное мероприятие. Думаю, что посещали не один раз. Также у нас ведется совместная работа с центром занятости, где начинающие предприниматели также могут получить субсидию в рамках государственных программ. О государственных программах, которые у нас на сегодняшний день действуют на территории Ленинградской области, вам расскажут специалисты нашего областного комитета более подробно. Я только скажу, что мы консультируем абсолютно по всем программам. Вы можете получить у нас подробную консультацию. Мы помогаем в оформлении документов, смотрим на предмет правильности оформления документов, для того, чтобы минимизировать ваши поездки здесь на самом деле. Так как документы принимают в Петербурге. Я хочу немножко сказать о проекте Ямкарт. Когда вы проходили регистрацию, вам всем дали буклетики Ямкарт. Я немножко расскажу, что это такое. Эта программа, созданная нашим учреждением несколько лет назад, она объединяет предпринимателей. И каждый предприниматель в рамках этого проекта предлагает определенную списку потребителям. Мы выдаем карты дисконтные. И по этой единой карте потребитель может получить определенную списку, которую, естественно, может предоставить предприниматель. Поэтому, если у вас есть желание, мы будем очень рады сотрудничествовать, будем рады, если вы станете партнером нашей программы. Карты дисконтные мы печатаем за свой счет. Это некая мера поддержки предпринимателям в рамках нашей муниципальной программы на стимулирование экономической активности. Очень приятно видеть, в том числе и знакомые лица. Значит, все-таки тот диалог и то общение, которым стремится наш комитет непосредственно с каждым предпринимателем, который работает в Ленинградской области, он все-таки существует. И мне бы хотелось, чтобы в этом диалоге участвовало как можно больше вас и наш комитет с точки зрения своих возможностей. Может быть, они, конечно, не такие широкие по своим денежным выражениям, финансовым выражениям, но, тем не менее, не все сводится к финансовой поддержке. Иногда очень важно оказать какую-то информационную помощь, оказать какую-то помощь в продвижении той продукции, которую вы производите на рынке, либо в поисках партнеров по бизнесу. Я хочу вам в порядке информации сказать, что комитет достаточно эффективно работает. И, наверное, косвенное свидетельство тому, что уже в течение трех лет, еще, несмотря на то, что там непростая финансовая ситуация, может быть, подсказывало какие-то решения моментов за счет малого бизнеса, значит, как-то решить проблему. Но позиция губернатора области Александра Юрьевича Граденко жесткая и совершенно конкретная. За счет наших программ, за счет поддержки малого бизнеса, никакие проблемы финансовые, финансовые сложности не решать. И таким образом, в третий год, то финансирование, которое выделяется на поддержку бизнеса, оно хоть по чуть-чуть, но все-таки наращивается, а не каким-то образом сокращается. На этот год, сейчас давайте все-таки мы будем придерживаться следующего формата общения. Я предлагаю, значит, когда я выступлю, когда закончу свою речь, дам возможность вопросы по выступлению. А если не по выступлению, то есть предложение, когда все сотрудники комитета выступят, тогда перейти к общению в формате вопрос-ответ. Спасибо. Значит, продолжаем. На этот год у нас из областного бюджета запланировано было более 200 миллионов, поддержка на развитие малого и синего бизнеса. И за счет средств Российской Федерации, поскольку существует финансирование, еще более 270 миллионов, около 270 миллионов привлечено. Это по различным мерам поддержки, правда, там еще есть и 70 миллионов на моногорода, что не касается, с одной стороны, с того года, не касается Кингисепа. Но, с другой стороны, конечно, это, как бы, когда и средства мимо вас в этом плане проходят. Но, тем не менее, полагаю, что сумма достаточно серьезная. Мы с Виктором Эврдовичем сейчас достаточно подробно поговорили о структуре бизнеса. Очень здорово, что порт дает такую возможность сконцентрировать вокруг себя малый бизнес. Но это малый бизнес, направленный на оказание услуг. Хотелось бы, чтобы вы задумались для организации производственного бизнеса, малого бизнеса. И в этом плане наш комитет тоже, думаю, был бы вам полезен с точки зрения того, что у нас достаточно много мероприятий и средств закладываются именно с упором на создание и модернизацию малого бизнеса производственного характера. Это и мероприятие, связанное с компенсацией части затрат по модернизации производства, направленных на развитие производства. Это покупка оборудования. Дальше достаточно. Я не отниму от нее хлеб, она будет подробно рассказать. Я просто хочу заинтересовать предпринимателей. Это и компенсация части платежей по договорам лизинга. Там тоже у нас на этот год 175 миллионов заложено. Правда, сейчас уже осталось меньше. Уже областные деньги распределены. Ждем федеральные деньги. И буду затягивать тогда свое, так называемое, уступительное слово. Вот просьба задуматься над сказанным. И вы всегда должны четко понимать, что наш комитет работает для вас и для блага развития малого развития предпринимательства. Опять-таки, для того, чтобы наша область как можно быстрее, динамичнее развивалась в экономическом, но соответственно и в социальном отношении. Спасибо. Я тогда хочу пригласить Шантовьевну Марину Николаевну, начальника отдела ресурсной поддержки комитета малого и среднего бизнеса в Теревском рынке и городской области. Она вам более подробно расскажет о государственной программе, обо всех судебных, наглядно покажет. Я думаю, что это будет... А вот задать вопрос-то можно сейчас? Задайте, один задайте. Замечательно. Ребеди Пандрея Александрович. Сегодняшний день занимаюсь экспертизами техническими, машинно-экономерное оборудование. В своем сельском районе было в свое время. Сейчас, кажется, упадок, спад очень серьезный. Но мне что, меня интересует другое. Взаимоотношение с нашими энергоэкономерными организациями. Вот вы говорите, развивать производство, да? Получать мощность. У меня были мощности группы, наверное, реализовываются 150, пришла бытовая компания, сделала мне 30 килограммов. Никакой компенсации, ничего и концов не найти. Они абсолютно не полезны. Одни продают, говорится, электроэнергию, другие занимаются обслуживанием, третьи – подключение. И концов? Спросите неского. Андрей Александрович, спасибо. Вопрос понятен. И это даже не... А кто их мультименту знает? Это проблема. Губернатор тоже решает эту проблему. Непросто. Да, непросто. Да, непросто. Да, вообще непросто. А вот с патополистами. Но давайте еще немножечко. Вот я не готов вам комментировать те конкретные шаги, которые предпринимаешься сейчас, поскольку вице-губернатор Елова занимается этими вопросами. Но проблема эта практически на каждой встрече губернатор поднимается, на каждой встрече там, где я принимаю участие. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего совещания. Ну вот тут слайдов очень много, так как я поняла, что на стороне, мы не будем устраивать и рассказывать, что, где, кто является субъектом малого и среднего предпринимательства. Я думаю, все вы это знаете. А что является критерием отнесения субъекта малого и среднего предпринимательства? Не знаю, насколько это вам интересно, но все показатели объема в выручке, они удвоились. Увеличилась доля, возможная доля участия иностранных физических и юридических лиц в уставном капитале. Если это раньше было 25%, то теперь она возросла до строка 9%. А сейчас уже непосредственно я вам расскажу о мерах поддержки, которые реализуются у нас в рамках нашей программы развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области в 2015 году. Следующий слайд, пожалуйста. То, о чем уже говорил сегодня, Владимир Иванович, ну тут для наглядности, наверное, вам слайд, чтобы понятно было, какие же средства у нас будут смотрены на поддержку малого и среднего предпринимательства. Обращу ваше внимание, что где написано на реализацию следующих мероприятий, это означает деньги федерального бюджета. Деньги областного бюджета гораздо более широкий спектр мероприятий, на которые они могут быть использованы. Следующие слайд, пожалуйста. Ну тут, возможно, это для примера, то, что какие средства у нас были предусмотрены на 2014 год по мероприятиям, и какие же средства предусмотрены у нас на этот год. Субсидирование затрат на приобретение оборудования в лизингах. У нас в этом году и согласного и федерального бюджета на эти мероприятия предусмотрено 185 миллионов рублей. Вопрос, касающийся стартовых субсидий. Начиная с прошлого года, это мероприятие у нас реализуется на уровне муниципальных образований Ленинградской области. Это означает, что предприниматели, которые хотят получить стартовую субсидию, кстати, отмечу, что размер стартовой субсидии, начиная с этого года, максимальный размер составляет не 300 тысяч рублей, как это было в предшествующие годы, а 500 тысяч рублей. И эту субсидию можно получить непосредственно в своем муниципальном образовании. Для этого не нужно ездить к нам в администрацию, не надо участвовать в наших конкурсных отборах. Администрация муниципальных образований участвует в конкурсном отборе, который мы организуем комитетом, и потом уже получает субсидию, межбюджетный трансфер, который распределяет уже на конкурсной основе непосредственно в себя муниципальное образование. И зная потребность, а также возможности муниципального образования, потому что администрация должна предусмотреть в своем бюджете, зафинансирование определенное, в размере не менее 3% в своем бюджете, могут получить на конкурсной основе администрация эту часть средств и распределяет, кто же может участвовать из потенциальных субъектов малого предпринимательства. Держки, он каждый год расширяется, это связано еще и с нашими какими-то инициативами, и с направлениями ненакону развития России. Данное мероприятие софинансируется у нас и из муниципального бюджета, и из областного, и из федерального бюджета. На данном слайде он продлен просто. Получается, что список перечень довольно-таки большой, тех, кто может получать субсидии. Но отмечу, что не только физические лица могут прийти на конкурс, которые хотят участвовать в конкурсе и организовать бизнес, но также и те компании, которые уже существуют не более одного года, они могут тоже получить субсидию на организацию и введение своего бизнеса. Следующий слайд, пожалуйста. На данном слайде представлено, на что не может быть размещение, на какие цели не могут быть предоставлены средства. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, это одно, наверное, из самых востребованных мероприятий. И я даже не случайно обратила ваше внимание на то, что финансирование у нас по данному мероприятию выше, чем по какому-либо другому. А оно несколько лет, у нас уже достаточное количество лет реализуется, но с каждым годом оно становится все только более популярным. И поэтому в этом году и из федерального бюджета мы получили такое существенное финансирование, 140 миллионов только из федерального бюджета и 35 миллионов из областного бюджета Ленинградской области. Для нас хорошие такие условия в этом году, как никогда, софинансированные с федерального бюджета 20 на 80. 20 это наши областные бюджеты, 80% мы получаем из федерального бюджета Российской Федерации. Сферам деятельности, какие предприятия, они не смогут получить по данному мероприятию поддержку. Следующий слайд, пожалуйста. Речь идет про МДС. Про МДС появилось в конце 2014 года, именно 29 декабря, когда был принят федеральный закон, вносящий определенные изменения в налоговый бодокс. И вот уже в июле 2015 года временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области Александр Юрьевич Грязенко подписал областной закон, который рассматривался законодательным собранием 26 июля и был в трех чтениях сразу принят. Областной закон обнесения изменений в два действующих областных закона. Один закон это об установлении в единстве, об установлении ставки налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения. И второй закон о патентной системе налогообложения. Предприниматели, которые впервые зарегистрировались после вступления в официальную силу закона, о котором я говорю. Закон подписан в июле 2015 года. На этой неделе он должен быть официально опубликован. Сразу появится на сайте, про который Мария Николаевна говорила. Также он появится во всех правовых системах, консультант, гарант и прочих систем. И уже в августе, если индивидуальные предприниматели регистрируются, они вправе применять налоговые каникулы по двум налоговым системам. Упрощенная система налогообложения и патентная система налогообложения. При этом есть ограничения. Применять могут только по тем видам деятельности, которые прописаны в законе. В законе они прописаны по АКВЭДам. АКВЭДы – это классификатор видов экономической деятельности. Три сферы. Производственная сфера, социальная сфера и научная сфера. В производственной сфере, если мы размахиваем упрощенную систему налогообложения, там установлено 14 видов деятельности. Виды деятельности такие – это производство машин и оборудования, производство резиновых и пластмассовых изделий, текстильное и швейное производство, производство обуви, производство пищевых продуктов, сельскохозяйственное производство, ну и других производствах, те, которые указаны закону. Пять видов деятельности в социальной сфере. Это предоставление туристических конституционных услуг, это образование, физкультурно-отгравительная деятельность, здравоохранение и предоставление социальных. Деятельность прочих мест для временного проживания. Дальше, налоговые каникулы установлены до 2021 года. То есть в течение последующих 5,5 лет в Ленинградской области созданы условия для потенциальных индивидуальных предпринимателей. Прошу не просто принимать информацию, да, и для себя ахимулировать, но еще и генерировать какие-то идеи в этом плане. Извините, пожалуйста. Сергей Владимирович, тогда записывайте. Запишем, запишем. Вот это все пишется. Пожалуйста. Сейчас, Андрей Александрович, ну вы у нас сегодня признанный лидер, вы солируете, ну давайте всех послушаем. А какая может быть поддержка для бизнеса? Вот хотелось бы вам такой вопрос задать. Как вот, допустим, работает программа по получению сертификатов, патентов? Вот, ну, я занимаюсь разработкой спортивных тренажеров. Вот, у меня уже очень много чертежей набралось, длительных документов надеюсь, и в это все упирается. Есть производственные мощности, есть люди, которые бы со мной поработали бы в этом проекте, но я его не могу реализовать, потому что у меня нет бумаг, которые бы мне разрешили эти тренажеры устанавливать. Вот такая вот проблема. Они не сертифицированы еще, как я понимаю. Да. А что мешает сертифицировать? Ну, допустим, я позвонил в Питерское патентное бюро, чтобы принять заявку, рассмотреть ее, это 80 тысяч надо. Потом эта заявка... То есть, понятно, отсутствие средств достаточно. Потом через полгода эта заявка направляется в Москву, в Москве она еще полгода там, и от полугода до полутора лет. То есть, вы хотите проводить это либо сертификат, вы хотите видеть? А это и другие, по одной же системе работают, и очень сложно получить. Вот это вот, я просто... Вообще-то сначала сертификат. Просто как патентное изобретение, это не вопрос, это патентное изделие. Ну, может быть, может быть, конечно, хотелось бы, чтобы наши меры поддержки носили еще характер кредитования какого-то, но вот по кредитованию только в пределах того микрофинансирования, о котором мы говорили. Все остальные меры поддержки строятся по субсидиарному принципу, то есть в эти стоят. И мы здесь ничего не можем. То есть, вы сначала несете свои затраты, а потом мы рассматриваем вопросы, как можно частично их компенсировать. Ну, вот так мы в таких рамках, в таком правовом поле работаем. Замкнутый круг. Нет, я бы не назвал, что это замкнутый круг, но все же таки свои затраты предприниматель должен нести. Вот так, что все будет подано на блюдце, ну, не бывает такого, вы согласитесь, да? Самая доходность в Санкт-Петербурге и регионах Лиганской области может отличаться в десятки раз. А конденсанты, которые снижают, буквально там 10%. Поэтому я думаю, что в регионах его просто неэффективно, невозможно снижать. Про какой там признаки говорить? Ну, пожалуйста, я же говорю, что вот аренда имущества. А аренда имущества. А аренда имущества? Какой предательство? Аренда имущества, патент. Какой? Сдача в аренду имущества. Сдача имущества? Да. Вот в Лиганской области, в Лисевском районе, понижающая кинтенциат пределит. Всего лишь. А базовая доходность, я вот, допустим, с Ивангерда, у меня отличается базовая доходность 10 раз. Ну, а о каком патенте можно идти речь? А ведь между прочим, это самое... Ну, я думаю, что в разных районах, ее надо поменьше, да, установить? Безусловно, безусловно, может быть... Именно по этому виду длительности, где предоставление в аренду, что... Я думаю, что это касается не только этого вида деятельности. Я думаю, что это касается всех видов деятельности. И они должны быть... Патент, он должен быть деференцирован по городам, по поселкам. Правильно. У нас в прошлом году такие относились изменения. Именно по районам деференцированным. То есть, даже в районе, допустим, есть листья, на Кингисепском районе, есть город Кингисепп, есть Кузенкин. Правильно. Согласитесь. С вас благоходность будет, наверное, разная. Даже патент должен быть разным. Ну, наверное, он должен быть разным. Но сейчас пока есть возможность только по муниципальному району. Да, хорошо. Ну, давайте, формулируйте конкретное предложение. Вы по поселениям предлагаете. Разумеется, переференцирование на местном уровне, по поселению. Нет, ну, это полномочия Ленинградской области устанавливаются вот эти. Ну, давайте рассмотрим это предложение по... Вот, все же такие, нет, ну, рано присели. Вы рано присели. Вы рано присели. Я, предложение, это вы молодежь внесли. А давайте-ка вы его оформите, как бы вы хотели видеть. И уже в более, в таком вот приемлемом виде. Не так, что вот я вам дал, и вы тут решите. А давайте поучаствуйте в процессе. Давайте, значит, товарищам рабочую группу. И по региональным ставкам. Что нельзя сам лепестанты делать. Но я вам хочу сказать больше еще. То вот эти изменения, у нас все районы были под одну гребенку. А мы по районам не перецеплены. Я не говорю, что ничего не делается. Спасибо. Нет, так давайте, давайте продолжать совершенствовать. Я почему вас и призываю к диалогу с комитетом. Чтобы вы не просто вот то, что вам привезли, дали его, пожалуйста. Вот столько-то миллионов давайте сейчас поделим и распределим. Нет, давайте вы участвуйте активнее, в том числе и в партнеровании законодательной базы области. Вот вам ваша гражданская позиция. Вот ваша позиция как предпринимателя. Сергей Владимирович, он сейчас сказал мне, не тушите меня, не сраживайте меня в Фидерах. Я правильно не понял? Она нам расскажет, что у нас происходит сегодня на Афганистском рынке Ленинградской области, в организации ясно-рочной торговли и на поддержке народных и художественных промышлений. В 2014 году потребительский рынок, в общем-то, находится в очень жестких условиях, вы сами это знаете. Если нам в том, что в году удалось оборот розничной торговли за 14-й год нарастить на 3%, то уже первое полуходие этого года показало снижение на 6%. Общий оборот по товарообороту составил 144 миллиарда. Оборот общественной питания составит 6 миллиардов, согласен на 1,5%. И, к счастью, водовые услуги удалось сохранить и даже немного приумножить на 2%. Это будет не стационарный торговли. Связано это, конечно же, с поддержанием местных отечественных наших предпринимателей, малых. В Ленинградской области достаточно высок уровень сетевых предприятий, доли сетевых предприятий 44%. Поэтому наша задача и комитета, и органов местного самоуправления, как раз и состоит в поддержании местных предпринимателей, в том числе и в селе торгового бизнеса. В этих целях комитет разработал, и буквально на днях, наверное, уже будет иметь номер, то есть реквизиты, находится сейчас в протокольном отделе проект постановления по организации ярмарок. В этот день, уважаемые предприниматели, Огенство кредитного обеспечения создало в 2003 году для того, чтобы предоставлять поручительство по залоговым кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства. Это основная наша деятельность. Впоследствии мы стали предоставлять поручительство по залоговым банковским гарантиям и литинговым обязательствам. Если кого-то заинтересует, я более детально расскажу про каждую ситуацию. Мы проговорим с каждым отдельно, но сейчас просто вкратце, минут на пять, по нашей работе. Вы хотя бы общую схему работы? Да, потому что, вы знаете, по опыту с 2009 года, в данной сфере работы, я знаю, что очень запоминают предприниматели, когда мы говорим общее, потому что я могу сказать общее, только на данный момент. И тоже детально всем проконсультируем, по мере возможности поможем. То есть мы всегда открыты для диалогов, созданы для помощи субъектам, ну так, малого и среднего предпринимательства. Поэтому, значит, основная наша задача для предоставления поручительства по залоговым кредитам, по залоговым банковским гарантиям и по литинговым обязательствам. Прочитал на сайте, то есть у меня не было проверки на 2015 год ни прокуратуре, ни Роспотребнадзора. У нас является, ко мне являются представители прокуратуры, без предупреждения, как по закону положено за 3 дня, без, так сказать, ни в планах, у них нет ничего, являются с проверкой. В данном случае, так сказать, выявили и с представителем по трудовой инспекции. Ну, естественно, так сказать, все документы были неподготовлены, нашли нарушения. Какое? Перчатками, наверное, было бы не знал, где? Да, соответствующее, так сказать, обучение, там, надо было проходить в Санкт-Петербурге, сертификация рабочих мест, если, так сказать, все с этим столкнулись. Опять и про аттестацию, да, рассказывали? Я знаю, эта проблема, так сказать, уже в объемах страны, она была поднята, и в июле месяце внеплановые проверки запрещены прокуратуре вместе с трудовой инспекцией. Но, а они говорят, нас этот план Российской Федерации не касается, у нас есть свой план, который называется рейдер, на сайте нету. Потому что я не плавно, налогового проекта не планового проекта, учитывая, что мы вообще были молодого предприятия, в 4 году мы только начали работать. То есть они вообще, ну, по плану не должны приходить, неплановая проверка пришла. Постановление о нашей проверке подписано утром, ну, вот, в обед они к нам пришли, а утром постановление в налоговом у нас подписали. И, получается, ну, по документам я им ничего не могу сказать, они идут с постановлением, то есть не как рейды, как вы говорите. То есть они идут правильно со своим, но за 3, ну, они не предупреждают о неплановой проверке приходят. И вот как-то это, возможно, нам предприниматели к этому подготовиться к этим неплановым проверкам или как-то их урегулировать, я не знаю, потому что это очень сложно. И подставляют, а мы действительно, то есть вся проверка идет на том, чтобы именно подставить, то есть именно, чтобы не пробили чек, там, ну, налоговое, да? То есть конкретно человек пришел, у меня семейная статология, да, у меня рентген. То есть, вот, в принципе, по степени, а что это такое? Люди приходят, делают рентген снимок, как обычно, когда хотим забрать рентген с собой, мы ждем, когда снимок нам отдадут на руки. То есть если снимок отдали, отдали чек, то есть женщина делает снимок, ждет, когда он проявится, оставляя деньги, убегает, возвращается с удостоверением. Ну, как бы, такие, вот как нам от таких проверок, то есть я не против проверок, так проверяю. То есть у нас идут скоматологии, достаточно большие объемы денежные, да, идут, то есть не пробить чек на 200 рублей, мне неинтересно, то есть, наверное, у нас здесь снимок не делается. А вот такие подставления, и потом, получается, мы приходим к налогу, проверка, документы, все эти подставляют. То есть, и потом директор налогов говорит, да, извините, пожалуйста, все, мы вам, ну, ничего там не делаем, да, но как вот нам от этого защититься, от этих нервов? Дело в том, что я говорю о плановых проверках, которого нигде нет, никаких планов. То есть, как нам подготовиться к плановой проверке, которую нигде, ни на каком сайте нет, которое утверждено месяц назад в правительстве, ой, прокуратуре области, и которое не предупредили даже за три дня по закону. Очень сложно разбирать вот эти ситуации с чьих-то слов. Нужно смотреть документы. И документы нужно смотреть внимательно. Ну, собственно, я, по-моему, не очень большую Америку открыл. Вот, но, опять-таки, как с этим бороться? Ну, понимаете, вот в данном случае коллега, девушка, привела, ну, абсолютно образец недобросовестного поведения проверяющего. Что-то там деньги бросила, убежала, потом за ней, ну, как я понимаю, ни у кого у вас в обязанностях и ни один нормативный акт не предписывает бежать чеком к догонку и засовывать этот чек куда-нибудь, значит, этому человеку. Ну, нет, нет, подождите, значит, ну, понятно, что должна быть элементарно какая-то человеческая порядочность с точки зрения того, кто пришел проверять. Значит, почему человек ею не обладает, мне очень сложно сказать, и вы не можете ответить на этот вопрос, поскольку свою голову и свое отношение к проблеме никто из нас не приводит. Значит, я вам могу только посоветовать одно, ни один из таких вопиющих случаев, которые вы приводите, не оставляйте без какого-то реагирования со своей стороны. Значит, если вы, на ваш взгляд, действия должностных лиц незаконны, обжалуйте их всегда и при любых обстоятельствах, умейте доказывать свою правоту. Нет, не надо, Андрей Александрович, махать рукой, что типа того, что бесполезно. Не бесполезно. Воспитывают, в том числе и проверяющих, воспитывают. Когда один раз судебным актом будет признана незаконность действий должностного лица, второй раз, естественно, уже у его вышестоящего руководства возникнет вопрос, а соответствует ли это должностное лицо тому статусу, которым он обладает. Мы проверку устраивали, а устраивали проверку кассового аппарата, поэтому точно такая ситуация у меня была. Но вы должны были с кассовым работать или без кассового? Но у вас кассовый был? Кассовый я им дала, все нормально. Ну, то есть просто убедились, что... До трех часов. Убедились то, что... А, до трех лет. Да, трех лет. Но они мне объяснили, что это, ну, другой закон. Они проверяют кассовый аппарат. И все. Механизмы защиты ваших прав и интересов в государстве существуют, разработаны, и они достаточно эффективны. Во всяком случае, мне известна масса судебных решений, когда суды становятся на позицию предпринимателя и защищают предпринимателя. Моем рассказы просто направлены на то, чтобы все-таки вот эти плановые проверки, они где-то фиксировались, где-то были составлены заранее. Понятно? Вот эти не наркотики, они должны быть. Они на сайте местные. А они согласны с инструкцией областной прокуратуры. Просто все с этим столкнутся не раз. Ну, так обратитесь к прокурору области с письмом. Я в 19-м году взял участок в аренду. Сразу подал заявку на технологическое присоединение к электросетям. Мне два года тянули свет. Потом началась зима, и сейчас весной вышел новый закон земельный. И мне сейчас не продлевают аренду участка. Это я уже президенту письмо написал. Президенту уже письмо написал. Я уже сколько и средств вложил, и сейчас все это опять подарим. Я, наверное, разделяю вашу роль по этому поводу. Но я не могу, хоть скоро опять-таки, не зная ситуацию, без документов что-либо комментировать. Ну да, сейчас я вонторе передадать мы не можем, мы зафиксировали вопрос. Есть контакты с вами, мы обязательно с вами в ближайшее время свяжемся. К сожалению, у нас комитет по управлению имуществом не получилось присутствовать. Сложили так обстоятельства. Поэтому, возможно, председатель комитета и зам. администрации вам бы сразу ответил на этот вопрос. Это на субсидию от этого центра, да, от вашего. И хотел сказать большое спасибо за то, что есть такой центр, за то, что есть куда обратиться. Многие сейчас кричат о том, что тяжелые времена, кризис наступил, все. Тяжелые времена были в 90-е годы, когда не было вообще никаких мер поддержки. И когда вообще ничего не было. Сейчас стало гораздо проще. То есть сейчас даже планировать дальше развитие бизнеса стало проще, зная то, что можно рассчитывать на вашу поддержку. Для этого очень большое вам спасибо. И хотела вот спросить. По поводу мер поддержки. Я поняла, что программа, она до 2016 года составлена. Правильно я подсал? Нет? До 20-го. А, до 20-го. Да. А вот тогда просто больше нет. Спасибо большое. Я ожидал сверплее, вы все свои мнения. Вот самым для вас критерием качества, разговор комитета, в связи применительных предпринимателей, какими они должны быть возле вашей компании? Ну, критерии, все же таки, мы, пожалуй, один критерий. Если мы чувствуем, что комитет востребован, та работа, которую делаем мы, востребованы, и предприниматели приходят на эти встречи, задают вопросы, проявляют интерес, а я хочу обратить внимание, что у УПН-то, покинувших этот зал за два часа, были единицы, остальные все сидели и внимательно слушали, и задавали вопросы. Другое дело, у нас были конструктивные вопросы, это уже, так сказать, другая сторона. Но чувствуется заинтересованность, и все внимательно смотрели не только на финансовые меры поддержки, но и еще, какие мы можем оказать с точки зрения информации, с точки зрения защиты бизнеса, в том числе и от этих необоснованных проверок. Да, полномочий у нас в этом плане, конечно же, практически нет, мы можем только выслушать, изучив документы, документы и, соответственно, дать какую-то консультацию, как поступать и как вести себя дальше, противодействовать незаконным, если на наш взгляд незаконны были проверки, необоснованные проверки. Но это тоже работа, и, полагаю, важно, она несет просветительную функцию для нашего бизнеса. Чтобы в следующий раз они уже вели себя более вооруженные знаниями, вооруженными, теми методами, как противодействовать этим незаконным проверениям. Все, к сожалению, имеет место, я понимаю. Вот, Наринка, это же не первая Ваша встреча, вы ездите по другим городам. В общем-то, есть определенный опыт, если его соукупить с окружениями, или есть какие-то территориальные особенности людей, которые задаются вопросы, проблемы, или они все идентичны? Есть, конечно, скорость вопросов. Ну, те вопросы, которые связаны с подключением и взаимодействием с естественными монополиями, да, они в каждом районе. Но я еще раз подчеркиваю, что и Александр Юрьевич Друженко решает эти вопросы, и комитет по экономическому развитию тоже решает вопросы. И ситуация все равно имеет тенденцию к изменению в лучшую сторону. Да, конечно, может быть, не так быстро, как хотелось бы предпринимателям, как нам хотелось бы. Но вот пока условия, к сожалению, таковы, и мы вынуждены с ними считаться. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. 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 Ну, что, что говорили, я с Агентствицией, есть представители разных проектах. Все говорят, что это борьба с заказчиком. Насколько вам как предпринимателям помогают вот такие мероприятия? Насколько вам? Очень хорошо. Это все нравится. Единственный важный момент вот этого собрания я реально вижу. Как думал, законодателей наших отцов-командиров я знаю плохо. Да и предприниматели тоже знают не очень хорошо. Вот эти собрания позволяют увидеть друг друга, познакомиться под бежим. И как-то обедниться. И пользуясь этого собрания люди друг друга видят. Могут общаться. Вы для себя какой путь вы можете сейчас? Путь объединения.